здравствуйте как у вас дела ну поехали надо представиться на все вопросы мы ответить меня зовут евгений я с украины живу в киеве работаю что это такое вы у вас есть жена дети ну я разговариваю с ебанутыми конченными ублюдками я не знаю что вы хотели к ним обратиться нет девочка сказала что эпоху на прадеда она просто считает ничего к ним не хотите сказать вас начало было такое просто человек плавает вообще они не знают история если у них где-то воевал они даже не знают на каком направлении они про цвета не знают они не знают где именно воевал дед они не знают куда может вы вообще вот завласова воевал где-то воевал может быть завласова воевал чистая кастрюля как с магазина если что в кастрюлю можно налить какую-то полезную вещь да и поставить холодильник и накормить семью вот что с ней делать я не знаю она же не принесет никакую пользу государству ее главное нельзя обсирать это вот все что и волнует вот просто все что и волнует в томске обиженный на ухо его там визит на ухо это понятно главное главное что живой ну живой конечно от уха еще никто не умирал это жириновский я не знаю что у меня в голове так как-то у него это я его понять не могу до конца добрый день как вас назвать не знаю меня зовут оксана мне 48 лет я родилась во львове и 28 лет живу в италии италия я очень благодарна вам за ваши эфиры и просто удивляюсь вашему терпению и и выдержку как вы можете разговаривать с отечественниками мне мне многие говорят что в принципе поговорить о нем хотели бы ну вот мы и вот украинцы с которыми которые мне пишут в речку но они не могут вот так вот как я разговаривать потому что ну вот вы россияне него же в него же не вызывают желание общаться с ними вот просто не вызвать как будто найти заходишь дом случишь тук-тук а там никого нет ну как бы если бы он открыл дверь ска давайте поговорим там вот у меня тут есть лавочка вот моя там кусочек хлебушка там мы можем там намазать там вареньем поесть поговорим потом разойдемся нет тук-тук тишина россияне не открывает не открывает ничего то что я стучу и там начинаю там какой-то ключик подбирать это реально как бы ну это надо иметь не то что там терпение даже терпение то ладно я могу сидеть знаете как старуха у синего мира я же как бы я же нахожу этот кусочек какой-то знаете это конечно я не знаю это какой-то опыт общения я теперь могу как-то ну мне это легче и легче делать получается потому что я ну не выкидываю из эфира я пытаюсь общаться ну если он не хочет я не хочу какой смысл выходить в эфир я я я и так видеоролики делают я не стала сидеть и но не получается я пытаюсь договориться я реально сижу и пытаюсь некоторые из них тоже пытаются кстати они приходят и год я готов пообщаться и чем больше я с ними разговаривать тем больше они с ним со мной как-то комфортно начать общение и они понимают что меня нельзя как бы обидеть вот таким вот высерым это нельзя вот сидят люди сколько человек сидит 34 вот и за четыре человека хочет остаться как вы поговорить поэтому они держат себя в руках может быть там потом они я ее выебал там я там ее там так сяк но тут они должны сказать здравствуйте меня зовут так и как бы мне кажется как бы так так правильно большей мере я думаю это отсутствие цивилизации культуры виктория мне кажется что я не в 46 году в товарнике моя бабушка и дедушка были вывяжены с украины в сорок шестом году больше войны вывяжена беременная на девятом месяце в товарнике было 60 человек которые помогли моей бабушки родить нам моя мама родилась где-то в кировской области потом они восемнадцать лет прожили в кировской области в поселке скачок когда разреш когда уже у дедушки истек срок ему дали 20 лет зато его лишь за то что у них ловской области под львовом в ихнем селе было молочарня молочарня это там где мелали молоку без молока делали сыр масло сметану и у не в доме был паркет и естественно мой дедушка был против советской власти когда моя мама когда им разрешили вернуться в родное в родное село их дом конечно же было уже давно занят но я спросила покажите мне эту ель на которой растут яблоки моя мама не видела яблок до 18 лет моя мама не смогла потом учиться в университете поскольку у нее всегда была меточка дочь врага народа моя мама до 18 лет разговаривала исключительно на русском языке дома между собой это они жили на квартире у кого-то мой дедушка сидел не знаю как это в этом лагере а бабушку подселили какой-то женщине русской и так они жили в одной комнатке с моей мамой естественно они даже там боялись разговаривать на родном языке потому что та женщина была как будто даже надзирателем над ними и когда они вернулись домой в украину естественно все начинали сначала к сожалению поэтому вы себе даже не можете представить какая ненависть у моей бабушки и моей мамы режиму ко всему они они кто-то жив ну то есть бабушка вашей дожила нет бабушка бабушки уже нет 15 лет мама жива конечно сейчас она живет в италии уже несколько лет слава богу слава богу такое ужасное начало жизни и теперь она в в италии как бы получает яблоки все что хочешь естественно здоровье мамы было ужасным после того как они вернулись из сибири кировская область это прям тайга я даже не представляю как там я все показываю там виноград экскалатор они вот у нас все есть но так они же живут в своем месте где уже как бы нарастился капитал они никуда не едет я-то уезжая из бостона лугу я из не сброс на мало делал роликов я показываю что жизни вот одинаковая да вот есть там где там 3000 жителей 3000 они год посмотрите на волкоград волкограде миллион ну чем поговорить нечем как у меня подписчиков у нас в т.ц. 80 тысяч жителей 80000 т.ц. эскалатор я говорю я показала 20000 ты пойми что 80000 до 4 раза больше чем 20 чем меньше 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 тем меньше всего это первое второе это у них они не понимают что может быть цивилизация даже в маленьком городке я разуды на выйди на улицу на карте найди населенный пункт где 20 тысяч взять в автобус и поезжай